Владимир Валерьевич, у меня вопрос как раз непосредственно по вашей кафедре. То, что одно из самых громких дел, которые вы совершили за последние годы, это был привоз во Францию некоторых вагнеровцев, которых вы переправили для того, чтобы они здесь дали показания. По этому поводу было очень много обсуждений в социальных сетях. И в прессе даже тоже попадалось. Плюсы и минусы этих действий. С одной стороны, вы спасали фактически преступников, а с другой стороны, получались довольно важные свидетели. Ваша оценка, какие последствия имели эти акции? И с вашей точки зрения, соотношение плюсов и минусов подобного рода действий. Подводя некоторые итоги тому, что вы делали. Насколько их показания помогли собрать доказательную базу для суда над Путиным? Ну и так далее. Вообще, вот все, что с этим связано. Чем все закончилось? Или не закончилось, продолжается? Да. Тогда поэтапно отвечу. Во-первых, во Францию, к счастью или не к счастью, точно ни один из бывших участников ЧВК «Вагнер» не приехал. Да и такой задачи у нас не стояло именно во Францию, кого-то куда-то здесь привезти. Мы точно не занимаемся туризмом и перевозом тех людей, которые принимали участие в страшных событиях, а потом хотят оказаться под Эйфелевой башней, в ресторанах на Монмартре и так далее. Из всех вагнеровцев, которые к нам обращались, мы содействовали Андрею Медведеву в тот самый момент, когда этот парень сам добровольно оставил ЧВК «Вагнер» в ноябре 2022 года. Он стал первым, при том, что до этого многие с нами общались, но он стал первым, который решил выйти в паблик и рассказать о страшной практике, когда в ЧВК «Вагнер» россияне убивают россиян за отказ выполнять те или иные преступные приказы своих командиров. И он, еще находясь в России, набрался мужества и дал эти официальные показания под протокол опроса нашему коллеге-адвокату в Москве. И дальше мы его снабдили всем необходимым для того, чтобы он нелегально покинул территорию России, потому что легально никаких возможностей не было, и все его документы, так же, как у всех остальных вагнеровцев, они все были в сейфах Трошева и Пригожина, в офисах службы безопасности в ЧВК «Вагнер» центре. Никакого шанса у него получить обратно свои документы там не было, у него был шанс только получить кувалды по голове. В тот самый момент еще кувалды активно размахивали над головами вагнеровцев, стараясь держать их в узде. Запрашивать ему документы на восстановление в МВД было невозможно, потому что именно питерская МВД активно принимала участие и поддерживала Пригожина на тот момент и Трошева в поиске Медведева. И вот тогда мы ему действительно помогли, там, GPS-навигаторы, мобильные телефоны, несколько разных костюмов для варианта ухода по снегу или лесной по горам. Все это ему мы помогли приобрести. И дальше он планировал сначала уйти в Грузию, потом у него был план уйти в Финляндию, потом в какой-то определенный момент он начал колебаться. На него вышли сотрудники Фейсбэя, они ему предлагали после публикации первых его интервью по сути дела придать сотрудничество с нами и выйти уже с каким-то контр-интервью, где нас бы он обвинял в том, что мы работаем на ЦРУ, на МОСАД, я не знаю, там, на какую-то западную спецслужбу, вот, а в обмен они предлагали ему решение вопроса со службы безопасности Евгения Пригожина и с какой-то там гарантией защиты от этой кувалды. В какой-то определенный момент в конце декабря 22-го года он поколебался, вот, а потом для себя он сам принял решение, и он убежал уже, и это было точно там без нашего ведома, в Норвегию из Мурненской области, пересек в январе под луной в ночное время замерзшую реку, продираясь там через несколько барьеров, там, путанки и так далее, и вся его одежда была расцарапана, и на его теле были очевидные следы прохода через вот эти барьеры, там, с характерными царапинами и травмами. И вот он живет сейчас в Норвегии, он в первые месяцы, как только он оказался в Норвегии, он дал показания об этом отдельному департаменту норвежской полиции, которая занимается расследованием военных преступлений. Помимо этого он помог с геолокацией целого ряда позиций на тот момент секретных баз ЧВК Вагнер, в том числе, где у них был штаб, где находился особый отдел, где находилась подземная тюрьма, где находились так называемые РАФ, это вот помещения, там, места, где хранились запасы вооружения и боеприпасов. Большая часть из этих мест буквально в течение месяца они были уничтожены, так или иначе и разрушены. То есть он достаточно много усилий приложил для того, чтобы у Евгения Пригожина и у Дмитрия Уткина у них начали спускаться покрышки в их вот этом несущемся грузовике, который своими колесами давил десятки тысяч жизней и украинцев, и россиян. Второй человек, который так или иначе причастен к ЧВК Вагнера и оказался в Нидерландах, это Игорь Саликов, это бывший инструктор ЧВК Вагнер, бывший офицер ГРУ, когда-то они вместе служили с Дмитрием Уткиным, ну и там много у него разных регалий. Он сам самостоятельно прилетел в Международный аэропорт Амстердама, где запросил политубежище, и до этого за неделю он высылал нам явку с повинной для Международного уголовного суда по тем деяниям, в которых он принимал соучастие. И дальше это уже как бы история Международного суда и нидерландских правоохранительных органов. Именно вагнеровцев больше ни в Европу, ни в США с нашей помощью никогда не попадало. Приезжали в августе 2022 года, приезжал бывший десантник из 56-го, десантно-парашютного полка Павел Филатев, и достаточно большое количество людей мы вывозили в взаимодействие с международными организациями, которые так или иначе причастны к международному расследованию по тем преступлениям, которые совершились на оккупированных территориях российскими военными, российскими спецслужбами. Большая часть из этих людей в программе защиты свидетелей. Детали и подробности по понятным причинам я разглашать не буду. Ни с кем из них нет никаких эксцессов, скандалов. Люди понимали, на что они шли, принципиально разоблачали, а кто-то и передавал какие-то очень важные документы для деанонимизации тех, кто принимался участие в военных преступлениях. В том числе один из этих людей помог деанонимизировать более 100 офицеров ВКС России, дальней авиации, те, которые принимают участие в бомбардировках, в ракетных ударах по Украине. Поэтому в целом, если мы возьмем вот эту программу эвакуации и того, чем мы занимались, при том, что, конечно, некоторые из этих людей, история знает скандал с Павлом Филатиевым, который хотел издать книгу и отправить все деньги в Украину, потом передумал, увидев сумму гонораров и решив стать обеспеченным гражданином, или обитателем Франции, или вот как история последняя с Игорем Саликовым, когда он приехал с явкой с повинной, а когда уже оказался под определенной защитой, дальше уже начал просить для себя иммунитет, ставить какие-то условия и так далее. Это уже, скажем так, есть некоторые моменты, некоторые шероховатости, которые были нам лично неприятны и в чем-то нас разочаровали, потому что мы привыкли работать с заключенными и с бывшими заключенными. За более чем 13 лет работы в ГУЛАГу нет. И при том, что про заключенных ходит недобрая молва, у них есть какой-то определенный, уж извините меня, какой-то кодекс этики, кодекс чести. Если они какое-то слово там дают, как правило, они его держат. Потому что те люди, которые не держат слово, в их иерархии сразу уезжают на минус 10 этаж. И для меня было феноменом и самым неприятным разочарованием узнать, что, оказывается, с российскими военными, когда мы взаимодействовали, у многих из них нет элементарных понятий о чести, которые склонны к лжи, обману, манипуляции, гораздо больше, чем большая часть российских заключенных, тех самых мужиков, которые через застенки проходят. Вот это для нас было открытие. Точно так же, как для меня стало, например, открытием, я более 10 лет до момента эвакуации занимался разоблачением в основном преступлений, совершенных недобросовестными сотрудниками ФСИН, вот этого ГУЛАГа 21 века. И мало кто в системе ФСИН относится ко мне равнодушно, есть те, кто нас смотрит и уважает, есть те, которые нас ненавидят и мечтают посадить на швабру или кипятильник. Но в любом случае у нас в целом было к ним достаточно негативное отношение. Но после начала войны несколько, как минимум, я не скажу, что это сотни, но около 10 человек, которые из системы связались с нами, они сказали, что они не готовы быть фашистами 21 века. И одно дело это условно вести какую-то внутреннюю войну против каких-то криминальных лидеров, которые насаждают воровские понятия, какой-то уклад, общак и так далее. И другое дело жестоко относиться к украинским военнопленам, которые никаких преступлений не совершали, кроме того, что их просто привезли с территории Украины в российские тюрьмы. И вот когда мы начали контактировать с сотрудниками ФСИН, которые отказывались бить заключенных, военнопленных, которые кто-то из них, из России нам помогал, кто-то запросил помощи и был эвакуирован с нашей помощью. Вот для меня я увидел этих, по крайней мере, людей с положительной стороны. То есть, казалось бы, тюремщики, казалось бы, наверное, самая унизительная в России профессия, но тем не менее там нашлись люди, которые себя повели порядочно и по отношению к нам, и по отношению к украинским военнопленам, и по отношению к тем, кто проводит несколько разных инстанций международное расследование. И о них, могу сказать, только хорошее. Вот это для меня были такие открытия. А что касается нынешнего, как вы в вопросах, которые мне присылали, заметили некий там спад публикации в СМИ о том, что мы делаем. Две части. Во-первых, многое мы не публичим в интересах международного расследования, и, наверное, самые удачные наши комбинации, операции, они будут оглашены в тот момент, когда начнутся публичные слушания, и когда в том числе я буду там давать показания или там даже отчет по тем или иным нашим действиям в рамках того или иного действия по добытию прямых доказательств военных преступлений тюремной системы ФСБ и Минобороны, связанной с военнопленными. И плюс ко всему еще, да, мы сами, мы самые обычные люди, мы не супермены, у нас там нету никаких волшебных палочек, нету за нами никаких там ЦРУ, Моссадов или каких-то других спецслужб. Наши силы подошли к концу. То есть я честно могу сказать, что нам нужно какое-то время на восстановление сил, потому что мы все эти там, мы 8 лет занимались разоблачением саратовской пыточной и там ряда других пыточных, добывая доказательства. В конце 21-го года мы вытирали пот с алба и думали, что мы увидели самое страшное зло в виде вот этих пыток в российских тюрьмах, и дальше мы можем уйти там на берег, на пляж и серфить на доске, там периодически выступая где-то с интервью. А потом началась еще вот эта подлая, там открытая фаза этой преступной войны, и на нас все это обрушилось. Поэтому что смогли мы вот за эти там 2-2,5 года по эвакуациям мы сделали. Сейчас у нас есть и некоторый там негативный опыт, есть какой-то лимит наших человеческих ресурсов, есть какой-то лимит наших финансовых ресурсов для продолжения работы. Поэтому сейчас, скажем так, время, наверное, собирать камни, анализировать, упорядочить те объемы, те терабайты информации, которые мы получили за последние годы, и, наверное, больше вести такой закадровой работы именно в интересах международного правосудия. И я очень надеюсь, что у нас с вами точно будет до конца этого года, ну, как минимум, один знаковый повод вот по этой части уже там для открытого обсуждения, для явного обсуждения того, что мы делали больше двух лет. Спасибо, Владимир Валерьевич. Я хочу сразу сказать, что вы всегда желанный гост на нашем с вами канале. Поэтому как только у вас будет какой-то повод, сообщите, мы обязательно увидимся и обсудим. Вот то, что вы сказали, создает необходимость задать два вопроса. Я сразу их задам два, а вы там в какой-то последовательности ответьте, просто чтобы вас не перебивать. Значит, первый вопрос связан с вашей личной безопасностью. Потому что люди, чьи интересы вы задеваете, это люди достаточно серьезные, зубастые и мстительные. Я в свое время в течение двух лет был членом парламентской комиссии по проблемам пенитенциарной системы. Посетил достаточно большое количество колоний, тюрем и просто примерно представляю себе, что там за персонал. Я имею в виду в Синовце. Люди серьезные, люди, обладающие полномочиями, ресурсами за пределами пенитенциарной системы. Потому что человек, который обладает властью над заключенными, он может, так сказать, эту власть использовать для того, чтобы расправиться с теми людьми, которые находятся за пределами этого нашего современного ГУЛАГа. То есть ни один из нас не может быть, так сказать, спокоен, если он затронул интересы псиновцев. Итак, первый вопрос. Это ощущаете ли вы себя защищенным? Есть ли у вас какая-то система безопасности, система охраны? И сразу второй вопрос. Тоже как бы отталкиваясь от того, что вы сейчас только что сказали, насколько, так сказать, сейчас, ну, больше всего, самый острый вопрос в связи с украинскими военнопленными, это, конечно, Азовцы. Это одна из самых серьезных проблем для Украины, это боль Украины, то, что эти люди оказались в плену, и их отказываются, отказываются, я имею в виду, не защитников Азов-Стали, а я имею в виду именно батальон Азов. Те люди, которые, которых, по отношению к которым российское политическое руководство испытывают особую ненависть в связи вот с этой упорной защитой Мариуполя и Азов-Стали. Вот как вы оцениваете шансы на то, чтобы их можно было все-таки вытащить, обменять и спасти им жизнь, тех, кто пока еще уцелел? Тогда поэтапно буду отвечать с первого вопроса в какой-то определенный момент в рамках нашего расследования у нас стерлась грань вот этой опасности. Может быть, это плохо, может быть, это не совсем нормально для обычного человека, но в какой-то определенный момент вот это чувство страха у нас, увидев то зло, заглянув в это нутро, потому что одно дело слышать, другое дело отсматривать архивы ФСБ и ФСИН, тех ужасов, которые они творили, и понимая, насколько это страшная система, насколько она угрожает, потому что когда мы разоблачаем пыточные конвейеры, и когда я встречаюсь с теми, кто так или иначе отвечает за международное расследование или каким-то образом имеет отношение к тем организациям, которые его ведут, я им всякий раз пытаюсь доказывать и объяснять, насколько важно разоблачать именно эти пыточные конвейеры, потому что весь ужас в том, что вот мы с вами интеллигентные люди, культурные, не склонные к пыткам, к садизму, склонные к анализу, к рефлексии, к вежливым беседам, но дело в том, что наш опыт показывает в разоблачении этих историй, что иногда порой самые обычные люди, попадая в эти жернова и подвергаясь пыткам, в какой-то определенный момент соглашаются, либо погибают, либо соглашаются становиться частью этого пыточного механизма, и, например, мы расследовали дело по Иркутскому, сезон номер один, по пыточному конвейеру, туда привозили весной 2020 года заключенных из 15-й колонии, которые вместе на плацу протестовали против пыток, против произвола. А через полгода мы разоблачали пытки в 425-й и 435-й камере, в том числе с Тувинцем, Кижиком, Андаром, которого пытали и насиловали. Так вот, из шести насильников трое из них стояли с ним полгода ранее, в апреле 2020 года, на плацу, протестуя против пыток. Но, сломавшись в пресс-хатах, они начинали уже пытать того, с кем они вместе были, с кем они вместе отстаивали какие-то общечеловеческие ценности, протестуя против произвола. Я к чему это говорю? К тому, что то, с чем боремся мы, то, что мы разоблачаем, намного страшнее, чем убийство конкретного одного отдельно взятого человека. Это страшные механизмы, которые как комбайн идут и которые могут в себя вот так вот забирать абсолютно нормальных людей, и кого-то они будут ломать, кого-то они будут убивать, а кого-то они будут набирать к себе, увеличиваясь в масштабах и в силе. Это очень опасное явление, оно недооценено. Наверное, в этом есть наш как бы провал в том, что я до сих пор не смог человечеству рассказать популярно и объяснить, почему так важно всем миром бороться против этого. Но я точно знаю, что мы боремся с самым таким очевидным злом в 21 веке. Поэтому физически погибнуть в этой во всей истории, ну, во-первых, я понимаю так, что даже если вдруг произойдет вот этот там летальный исход и будет очередная, но теперь уже удачная попытка моего убийства, она лишь, наверное, мультиплицирует и удесятирит тот труд, чем мы занимаемся. Это станет еще более известно, более масштабно, более изучаемо и в конечном итоге наша миссия от этого выиграет. Лично, физически, ну, да, возможно, со мной что-то случится. Но давайте правде смотреть в глаза вне зависимости от возраста тех, кто нас сейчас смотрит, но мы все умрем. Пройдет там сто лет и никого из тех, кто сейчас смотрит этот стрим не будет в живых. Вопрос есть что? Как нас запомнят, что мы оставим после себя, как нас будут помнить наши дети, наши внуки, наши соседи, наши друзья и те, кто интересуется тем, что мы делаем. Мне думается, что за эти 13 лет работы Гулагу нет, мы уже сделали немало, и я точно уверен, что вслед за нами придут люди, которые будут работать лучше, чем мы, которые добьются больших успехов, нежели мы в этом направлении, но для которых мы станем какой-то, возможно, ступенькой, опорой в той миссии, которую мы делаем. В чем разница между мной и большим количеством российских агентов влияния, ФСБшников, чекистов и так далее. В том числе, например, с Путиным. Каждый из них трясется за свою жизнь. Они готовы из-под тяжка подъехать на велосипеде или на машине выстрелить кому-то в затылок, но с открытым забралом они не готовы идти. И они 10 раз перестраховываются, и поэтому там из чемоданчика непонятно с чем там носят за Путиным и так далее. В данном случае я точно знаю, что за те убеждения, за те идеалы, которые я отстаиваю, я готов отдать свою жизнь прямо сейчас или через какое-то время. Потому что все, что мы делаем, мы делаем все возможное, чтобы в России и на постсоветском пространстве людей перестали пытать и насиловать на систематической основе. У меня нету розовых очков, волшебной палочки, нету желания когда-нибудь номинироваться или избираться в президенты России, нету каких-то финансовых задач. У нас единственный показатель, мы надеемся, осторожно надеемся, что наша миссия со временем приведет к тому, чтобы не только, например, в прибалтийских странах или в Украине, но везде, на всем постсоветском пространстве перестали насиловать людей и пытать людей в застенках. Что вот это вот тоталитарная практика ГУЛАГа, НКВД, КГБ, перекочевавшая в современную Россию, чтобы она была изничтожена. В результате пыток и страшных мучений погибло уже там огромное количество людей в застенках. Мы надеемся, что мы эту машину смерти, этот конвейер смерти, мы каким-то образом затормаживаем, замедляем и, возможно, в том числе, благодаря нашей миссии, тому, что мы сейчас сделали, тому, что мы с чем помогли сейчас международному расследованию, это в результате прекратится. И вот эта фраза never again, она будет как бы никогда больше, она будет действительно настоящей на постсоветском пространстве, не только в Европе и на Западе. Поэтому в этой части, как бы, если там за мной придут завтра или через год, или через там два года, или через две недели, ну, значит, сэляви, такова жизнь. И в любом случае я пожил хорошо, я много в жизни хорошего повидал и испытал. Мне в жизни повезло, у меня была очень интересная жизнь. Если что-то случится, но так тому и быть. То есть я готов за нашу миссию, за наши принципы отдать свою жизнь. Вопрос лишь в том, а готовы ли те шпики, шпионы, которых тренируют приезжать сюда, готовы ли они закрыть свои ипотеки, кредиты, помириться со своими родственниками, оставить после себя хорошую память, отправиться сюда, потому что, когда они поедут сюда меня убивать, они должны понимать, что это рулет. Здесь не будет никакой гарантии. Здесь можно убить меня, а можно остаться самому. здесь. И у нас команда в этой части, мы тоже настроены решительно и категорично. И мы здесь там рассусоливать с ними не будем. То есть одно дело, когда мы встречаемся с журналистами, с коллегами, с подзащитными и так далее, здесь мы правозащитники. Если мы увидим, что на нас нападают, конечно, мы будем защищаться всеми возможными доступными способами и средствами, возможно, даже где-то частично превышая пределы самообороны. Поэтому у нас здесь излюбленная шутка. Я в тренажерном зале хожу с одним из заместителей начальника местной тюрьмы, мы с ним тренируемся, спаррингуемся, и я вполне серьезно говорю, что, может быть, я к тебе и приеду погостить, побыть у тебя как раз за те самые пределы, превышение пределов самообороны. Поэтому здесь вопрос лишь к тем киллерам или к агентам, которых собираются или готовят к отправке сюда. Если у них все хорошо, кредитов нет, помирились со всеми, долгов нет, жена будет обеспечена до конца дней, ну пусть рискуют русская рулетка. А там уже всегда два варианта выхода из ситуации. Но мы здесь точно не собираемся строить из себя потерпевших и бегать от них и скрываться. Мы ведем достаточно открытый образ жизни и в принципе нужно отдать еще должное как бы это я не то, что хорохорюсь, я просто сказал то, что я думаю. Но, конечно, за кадром еще проходит очень большая работа техслужб, тех специалистов, которые в Европе в этом направлении работают. Потому что теперь уже об этом и СМИ писали, это уже не секрет Поли Шинеля. Я прохожу потерпевшим по уголовному делу, который как раз расследуется в журналке следственными судьями в качестве потерпевшего, на которого там собирались приготовить убийство. Расследуется дело даже там организованная преступная группа, которая для этого собиралась приехать и меня убить. То есть там дело очень сложное, запутанное, большое. Работают несколько служб нескольких разных стран в Европе. и так получилось, что с февраля 22-го года буквально за несколько недель до начала открытой фазы войны меня взяли под госзащиту. Это достаточно тяжело как бы осознавать, потому что всегда мы всех защищали, старались защищать. А в данном случае мне первое время было очень тяжело принимать чужую помощь и чужую защиту. Но тем не менее мы научились с этим жить и наверное во многом конечно то, что я с вами сейчас могу быть в прямом эфире и разговаривать, это в том числе и их заслуга, потому что если бы не работа французской полиции того подразделения, которое занимается физзащитой, наверное сейчас бы меня уже не было в живых, потому что попыток было несколько и причем одна из них была очень-очень серьезная. Поэтому живем, благодарим и я точно в неоплатном долгу перед Францией, перед французами, потому что я пытался посчитать сколько тратится на мою охрану и на охрану еще одного из моих коллег по ГУЛАГу нет, пытался прокалькулировать, я точно понимаю, что даже если я в нынешнем темпе буду активно работать и платить налоги, что мы здесь активно делаем, я наверное с Францией никогда по этой части не расплачусь и поэтому здесь merci beaucoup и большое спасибо Франции и французам за их гуманность и за их ответственность. И точно так же хочу поблагодарить немецкую полицию, потому что когда я прилетал в Берлин на презентацию документального четырехсерийного фильма в феврале этого года, там меня тоже полиция Берлина очень плотно охраняла и меня как раз охраняли те самые люди, которые когда-то охраняли Алексея Анатольевича Навального. Я прилетел 18 февраля спустя двое суток после его убийства и они очень сильно переживали и им действительно было грустно, что он уехал из Германии и что его убили. Они очень сильно за него переживали чисто по-человечески, так прямо именно сентиментально. Я даже удивился, что такие здоровые там двухметровые лысые накачанные мужики с бородами, а они прям искренними сказали, что мы очень переживаем, что с ним это произошло. И в целом ряде других стран, где я в Европе бывал, там тоже службы, они понимают, что риски очень серьезные, очень высокие и дело даже не в том, что я сам за себя опасаюсь и боюсь, а дело в том, что получается, что я такая повышенная опасность для окружения, где я перемещаюсь, вопрос не в том, что мне только опасно, но еще и опасно тем людям, которые со мной где-то рядом могут находиться, потому что российские спецслужбы используют не только пистолеты или молотки, но есть еще и боевые отравляющие вещества, а там от соприкосновения с этим может любой человек погибнуть, даже не тот, против которого они хотят его применять. Ну вот как-то так, надеюсь, ответил на эту часть. А вот по Азову я могу сказать теперь по военнопленам. В целом, конечно же, российская пропаганда активно демонизировала Азов и прокачивала и Минобороны, и военных, и ЧВК Вагнеров, и СБшников, и ФСиновцев, натравливая их. И поэтому они в любом случае отдельно находятся в самой высокой категории рисков из всех вообще украинских военнопленных, находящихся в путинских военных концлагерях. И мне достоверно известно, что в отношении большинства из них применяются жестокие методы, применяются пытки. Буквально несколько недель назад запытали водителя из Азова Александра Ищенко в ростовском следственном изоляторе. И только через какое-то время его тело вернули на родину, передали для захоронения. Там была проведена независимая судмедэкспертиза, которая установила, что он погиб от тупых травм, которые были в области груди, сердца нанесены. То есть его избивали жестоко, в результате чего наступила биологическая смерть. И это только то, что произошло за последний месяц. А список погибших он большой. И в данном случае, когда, конечно же, мы продвигаем идею обмена всех на всех и скорейшего возвращения всех военнопленных по домам, мы понимаем, что в этом списке наверное тех, кто значится как в плену, некоторых из них вполне возможно уже в российских концлагерях нет в живых. И у нас есть свидетельство показания как минимум двух сотрудников СИН, которые рассказывают, как цинично российские спецслужбы избавляются от тел убитых военнопленных, каким образом их тайно захоранивают в России, на кладбищах, под могилами, каких-то там старушек или старичков, которые просто умерли в связи с возрастом, и как их хоронят, по сути дела, пряча эти тела и скрывая вот эти страшные, очевидные преступления. Сначала одно тело закладывается в ночное время, а потом уже с утра в дневное время привозят гроб с другим человеком, с россиянином или россиянкой, его закладывают, закрывают, ставят надгробие. Собственно говоря, никто никогда не узнает, что в этом месте не одно тело захоронено, а два тела. Вот это все курируется оперативным управлением СИН и одним из подразделений ФСБ России. И это как раз говорит о том, что нам нужно продолжать и нам, и Офису Генерального прокурора Украины, и СБУ, и другим правозащитникам и расследователям нужно продолжать работать в этом направлении и нужно стараться максимально сотрудничать с теми, кто внутри системы готов так или иначе разоблачать эти преступления, собирать по крупицам то, что в будущем ляжет в основу обвинительных приговоров международного суда либо трибунала в отношении Генералитета, Минобороны, ФСБ, ФСИН и лично диктатора Путина, которые очевидно причастны к этим длящимся преступлениям по человечности, геноциду и военным преступлениям. Владимир Валерьевич, я обычно в беседах с нашими гостями прошу сказать завершающие какие-то слова, отвечая на те вопросы, которые я не задал. Я понимаю, что количество тех тем, на которых мы с вами, злободневных, актуальных тем, которые мы не затронули, очень велико, тем не менее, я просил бы вас в своем завершающем слове затронуть то, что вас сейчас больше всего волнует. Прошу вас. Я достаточно долго, последние месяцы думаю над тем, как нам всем, вне зависимости от того, к какому из частей лагеря российской оппозиции мы относимся, правозащитники, ФБК, навальнисты, какие-то другие там направления, те, кто с Ходорковским, украинцы, какие-то люди, которые просто живут в эмиграции, уехав в разное время из России. Я думаю, что наверное, давно уже пришло это время, но я надеюсь, что хотя бы с этого года начнется кристаллизация и объединение усилий именно в части консолидации всех наших общих сил для того, чтобы разоблачить вот эти самые настоящие страшные военные преступления, преступления против человечности путинского режима. Да, безусловно, наверное, имеет значение, сколько Путин и его олигархат украли у россиян. Наверное, имеет значение знать месторасположение, где они все это прячут, дворцы и так далее. Наверное, и какой-то части людей в русскоговорящей аудитории интересно, сколько наследников у Путина, будут ли они Владимир Владимирович вторыми и третьими и так далее с точки зрения истории. Но мне все же думается, что с исторической точки зрения, например, тот же самый Гитлер, он был осужден и вошел в историю как человек, который в первую очередь создавал эти самые страшные концентрационные лагеря в такие фабрики смерти. Понятно, что это несколько иная тема, несколько иные масштабы. Газовых камер у Путина пока еще нет, но в целом то, что применяется помимо газовых камер, оно действительно отдает практиками концлагерей Третьего рейха, в том числе практика применения КПО, использование одних узников и заключенных для пыток других, использования живых людей в качестве машин для смерти, для изнасилования, для этого. И с учетом того, что любой цивилизованный человек понимает, что все-таки самое важное это жизнь человека, а не какие-то украденные деньги, пусть даже очень большие из бюджета, я очень надеюсь, что несмотря на большое количество разногласий между российской оппозицией, украинской аудиторией, между разногласиями тех или иных групп в российской оппозиции и между разногласиями тех, кто просто живет в эмиграции и кто там совсем или не совсем согласен с российской оппозицией или с украинцами, я надеюсь, что, по крайней мере, в русскоязычной среде сформируется понимание, что в первую очередь нам нужно объединиться, чтобы положить конец этой подлой войне и с тем, чтобы в 21 веке еще при нашей с вами жизни были осуждены эти страшные длящиеся международные преступления путинского режима. А потом со временем уже можно будет всем опять разъединяться, опять спорить, какую носить прическу, какую одежду, голосовать за демократов или за республиканцев, разговаривать на русском или на украинском или на третьем языке. Но сейчас мне кажется, что когда мы видим, как развивается эта страшная война, сколько человеческих жизней она уже унесла, я прошу прощения, прервалось, да, прошу прощения, прервалось, да, мне журналисты здесь позвонили. Так вот, я очень надеюсь, что мы найдем силы, чтобы объединиться и чтобы разоблачить вот эти страшные преступления путинского режима и чтобы это все было осуждено в самое ближайшее время. и мне кажется, что здесь как раз вот эта платформа или там как минимум там тема, где можно объединяться всем. А потом уже, когда все это завершится и закончится и будет осуждено, мы опять все переспорим, перессоримся, каждый разойдется по своим лагерям и так далее. Но я очень надеюсь, что нам хватит мудрости начать объединяться в этом направлении. По крайней мере, мы для этого делаем все возможное. Спасибо. Спасибо, Владимир Валерьевич. Дорогие друзья, Владимир Осечкин, правозащитник, создатель ГУЛАГу Нет и человек, который продолжает эту очень важную работу всегда. Желанный гость у нас на канале. Берегите, пожалуйста, себя. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. Спасибо вам за приглашение, Игорь Александрович. И спасибо всем, кто смотрел это видео. Всем мирного неба над головой и скорейшего окончания этой подлой войны. Спасибо.